Открытый диалог с Александром Непомнящим Традиционно о том, что происходит в Израиле, и не только, кстати, с Александром Непомнящим Но прежде чем... Во-первых, здравствуйте, Александр Добрый день, здравствуйте Прежде чем мы начнем разговор по теме, а тема сегодня интересная, антисемитизм Почему антисемитизм не в общем, а в отдельно взятой партии Я хочу сказать, чтобы Фейсбук напомнил мне о моей поездке в Израиль фотографиями нашими вместе с вами, с Аленой И я вспомнил эти замечательные прогулки по Тель-Авиву, по Яфе, по разным местам и на границе с Газой побывали И еще раз вам огромное спасибо за то чудное время, которое мне довелось провести в Израиле За ваши удивительные рассказы о том, что происходило, исторические рассказы и рассказы о более современном времени Спасибо вам большое, Александр Сергей, вам спасибо, потому что эти несколько дней, которые мы вместе провели И тогда были совершенно замечательными для нас тоже И я очень надеюсь, что мы вас увидим еще в Израиле снова И досмотрим те места, которые не усмели посмотреть, конечно же, за один раз Несмотря на то, что страна совершенно небольшая, но столько мест, которые необходимо посмотреть Это просто удивительно, это просто удивительно И это моя мечта, побывать в Израиле и не один раз Потому что я к этой стране испытываю самые нежные чувства С особым пиететом отношусь к ней И к истории этой страны, и к истории народа израильского Ну, а теперь от вещей приятных, от приятных воспоминаний перейдем к реальности, которая на самом деле удручающая К суровой действительности Ну, во-первых, прежде всего я хочу воспользоваться возможностью и поздравить наших американских слушателей и зрителей С праздником благодарения, который я отмечал вчера И вчера у нас программы не было, поэтому я не мог вас поздравить вовремя Но с опозданием в один день Или уже у нас два дня, как получается Как у вас выходит Вчера у нас был праздник Сегодня вы нас поздравляете Ничего страшного Вот, и да Во-первых, пожелаю всего хорошего И самое главное, чтобы этот праздник оставался с американским народом И никуда не девался Мы слышим постоянно Сейчас все громче и громче Эти все возможные прогрессисты требуют Изъять этот праздник, уничтожить По сути дела, они воюют Ведь с самой Америкой Такой, как мы себе ее представляем Поэтому все, что важно в Америке Все им ненавистно И День Благодарения тоже стал одним из Таким же ненавистным понятием Как Трамп Как Американская Конституция Как американские символы Как поправки и свободы Которые обеспечивает Конституция Американская Увы, к сожалению, мы живем в то время Когда вещи, казавшиеся очевидными Станово перестают быть очевидными И если раньше мы смеялись и говорили И рассказывали, как бы говоря, о 1984 О романе Орелла говорили Как о дурном сне Как утопии То мы сейчас каждым днем Все больше и больше ощущаем себя Именно вот в этом мире В 1984 И, конечно, с этим нужно бороться И, слава Богу, есть силы в мире Которые с этим борются Но мы будем их поддерживать По мере своих сил И вот в контексте этого Действительно хотел начать Сегодняшнюю нашу передачу С разговора О новой форме антисемитизма Который мы сейчас наблюдаем В демократической партии США Он зарождается Он набирает силу И это, в общем, как бы Мы говорим в нашей передаче Об Израиле и об Америке Об отношениях Израиля и Америки Но это один из факторов Который, в общем, является для нас Очень важным Очень важным в отношении наших двух стран И, конечно же, это явление Оно возникло не вчера И даже не позавчера Но именно в последнюю неделю Мы стали свидетелями Такого вот как бы Массированного, что ли Набора событий Которые подчёркивают Зарождение вот этой новой Разновидности антисемитизма В демократической партии США И на этот раз Ненавистский время Она воплощается в таком Странном сочетании Антисемитизма И политики идентичности Ещё называют её политикой Идентификации Это звучит, может быть, странно На первый взгляд даже абсурдно Но это происходит И, может быть, самое ужасное В этом в том, что американские евреи Опять же, когда мы говорим О американских евреях Мы сегодня должны различать Религиозных американских евреев Это совершенно одна группа Постсоветские русскоговорящие Евреи, прибывшие Из советского пространства Постсоветского пространства Это другая группа немножко И когда мы говорим О американских евреях Мы всё-таки имеем в виду Чаще всего именно То общество Которое сформировалось В первую очередь, конечно На базе большой Иврейской миграции Царской России На рубеже 19-го и 20-го века И вот это Американское еврейство Пятое поколение в Америке Четвёртое, пятое поколение в Америке Оно чутко улавливает Происходящее в партии Которую они считают своим домом Вот эти изменения И они начинают приспосабливать себя К этим новым обстоятельствам И это самое ужасное Они не борются с этим антисемитизмом Они начинают себя к нему приспосабливать И об этом мы как раз сегодня и поговорим Эту ненависть к евреям Прежде всего можно действительно было обнаружить На последнюю неделю В контексте предполагаемых назначений В администрацию Джо Байдена На этой неделе внимание было Средоточено в основном К тем ключевым позициям Которые команда Байдена Сейчас начала распределять Несмотря на то, что, как мы знаем До вопрос об инаугурации Байдена Ещё совершенно открыт И мы будем надеяться Что этого вообще не произойдёт Но тем не менее Итак, Байден видит своим госсекретарём Явлея Тони Блинкина Блинкин, будучи заместителем Джона Керри Сыграл важную роль В подготовке ядерной сделки с Ираном Той самой присловутой ядерной сделки с Ираном Которая, хоть и была объявлена Соглашением о нераспространении На самом деле открыла Перед крупнейшим в мире государством Спонсором терроризма Прямой путь к обладанию ядерным арсеналом И, подобно своему бывшему боссу Блинкин верен точке зрения Утверждающей, будто бы Палестинские арабы являются Стратегическим нервным центром Узлом Ближнего Востока А потому, якобы, без их согласия Арабские государства не могут Или, по крайней мере, не должны Заключать с Израилем никакого мира Блинкина считают ставленником Истеблишмента демпартии А не идеологом Тем не менее, раз он уж еврей Для партийных идеологов Настоящих партийных идеологов Которые сейчас подгребают под себя Всю мощь партии Он априори находится под подозрением Так, например, влиятельная представительница Демпартии в Конгрессе Рашид Тлаев Отреагировала на новость О его предполагаемом назначении Совершенно откровенно антисемитским твитом Отвечая на похвалу Сенатора-социалиста Берни Сандерса По поводу назначения Блинкина Да, сама похвала Берни Сандерса Многого стоит Но, тем не менее Отвечая на эту похвалу Тлаев заявила Типа, как бы, да Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Пока он не подавляет Мое право В соответствии с первой поправкой Высказываться против Расистской И бесчеловечной политики Натаниал Можно не сомневаться Что два других назначения О которых было объявлено На этой неделе Понравится Тлаев куда больше Байна намерен сделать Рейму Додин Американку А по происхождению Палестинскую арабку Заместителем Директора управления Белого дома По законодательным вопросам На днях Израильский Произраильский Точнее Сетевой портал Эльдер оф Цион Старейшина Сиона Сообщил Что в 2002 году Будучи студенткой Калифорнийского университета В Беркли То Дин возглавляла Ассоциацию студентов-мусульман Ориентированную На движение Братьев-мусульман Да Это вот будущий Возможный Заместитель Директора управления Белого дома По законодательным вопросам Она возглавляла Студенческую ячейку Связанную с братьями-мусульманами В этом качестве В ходе выступления В церкви В калифорнийском городе Лодай Она защищала Террор смертников И говорила так Что, мол, террористы-смертники Стали последней надеждой Отчаявшихся людей После того, как ее слова Были процитированы Каналом Fox News Компания Байдена Выступила в защиту Предполагаемого назначения Характерно, что Эта защита Этот ответ Он не содержал Ни опровержения Молки Панавча Такого не говорила Ни даже попытки Дистанцироваться От оправданий Возможной Выскопоставленной чиновницы В администрации Байдена Массовое убийство Израильтян Палестинскими террористами Нет Они не дистанцировались От этого Вместо этого В ответе Компании Было заявлено Рима сама говорит Что она выросла Из своей юности В своем подходе К продвижению перемен Повторю Рима первая Сама говорит о том Что она выросла Из своей юности В своем подходе К продвижению перемен Иными словами Додин Продолжает оправдывать Массовое убийство евреев Просто теперь Когда она подросла Научилась Так сказать Уму-разуму Она научилась Представлять свою позицию Чуточку по-другому Другими словами И на этой же неделе Несколько СМИ Сообщили о том Что Карин Жан-Пьер Возглавляющий администрацию Сенаторши Камалы Харрис Является лидером На пост Пресс-секретаря Белого Дума Ну Жан-Пьер Имеет богатый Послужной список Антиизраильских заявлений И действий Как сообщается В прошлом году Например Жан-Пьер с энтузиазмом Поддержал Антиеврейскую компанию БДС Это вот та самая Компания бойкота Которая призывает К бойкоту Израиля Изъятию инвестиций И санкциям Против еврейского государства А также к бойкоту И санкциям Против Друзей Израиля То есть Американских граждан Которые являются Может быть евреи Может быть не являются Но если они друзья Израиля Их тоже нужно гнобить Так вот Жан-Пьер с энтузиазмом Поддержал Эту компанию БДС И Кроме того Приняла довольно успешную попытку Поставить Неловкое положение Кандидатов Президента Демократов Когда еще шли Вот Шли Внутренние выборы В Демократической партии Когда заставила их Байкотировать Ежегодный съезд Эйпак В 2019 году В то время В своей колонке В Ньюсвик Жан-Пьер написала так Предостерегая Этих кандидатов Вы не можете Называть себя Прогрессивными Продолжая ассоциировать Себя с такой Организацией Как Эйпак Вдумайтесь Вдумайтесь Особенно Те из вас Которые голосуют За демократов Которые считали Что демократическая партия Это партия Дружественная Еврейскому народу Израилу Жан-Пьер Которая Возможно Станет Пресс-секретарем Белого дома В администрации Байдена Она Написала так Вы не можете Считать себя Прогрессивными Продолжая ассоциировать Себя То есть дружить Как-то иметь Какие-то отношения С такой организацией Как Эйпак То есть Эйпак Это просто Какие-то фашисты Видимо Какие-то злодеи Каннибалы Пожиратели Маленьких детей В той же статье Жан-Пьер Конечно же Обвинила Премьер-министра Бенемина Натаньяу В совершении Военных преступлений А администрацию Трампа Ну как без этого В антисемитизме Вообще говоря Конечно Поведение Жан-Пьер Трудно назвать Последовательным И с одной стороны Она действует Как откровенная Антисемитка Призывая к астракизму Иврейской организации За преступления Которое заключается В том Что эта организация Поддерживает И развивает Американо-Израильский Союз И она использует Клевету Для демонизации Премьер-министра Израиля Это Жан-Пьер То есть обычный Такой классический Антисемитский подход А с другой стороны Она представляет себя Борцом за права евреев Называя президента Трампа Антисемитом К сожалению Вот это Одновременное Признание И осуждение Антисемитизма То есть И признаю Антисемитизм Как бы поддерживаю Его Раздуваю его И в то же время Осуждаю Является основной Характеристикой Нового антисемитизма Демократов Не исключено Что наиболее Возмутительные Выражения Этого нового Антисемитизма Можно обнаружить Сегодня в онлайн-рекламе Предстоящей дискуссии Которую организует Такая откровенная Злобно-антиеврейская Группировка С лицемерным названием Еврейский голос за мир Тоже американская Известная Хорошо Последние 10 лет Или около того Еврейский голос за мир Верно служит Таким вот Еврейским фиговым листком Для самых Злостных И самых откровенных Израиля Его товаров Его представителей Его сторонников Его предприятий И организаций Последние несколько недель Еврейский голос за мир Агрессивно рекламирует Панельную дискуссию Которую они собираются Провести с другими Еврейскими В кавычках Группами Поддерживающими Антиеврейские бойкоты Обсуждение будет Называться так Деконструкция Антисемитизма Победа справедливости На этой панели Выступят сразу Четыре спикера Которые поддерживают Ликвидацию Израиля Как еврейского государства Ну во-первых Хрошит Лайб Как без нее Питер Бейнард Который призвал В июле Со страниц Газеты Нью-Йорк Таймс К уничтожению Израиля Мол типа Еврейский Израиль Никому не нужен Нужно убрать Это государство Которое мешает Ближнему Востоку Потом там будет Еще комментатор СНН Марк Ламонт Хил Который призвал В минувшем году К уничтожению Еврейского государства Свои речи На конференции в ООН Ну и наконец Барбара Рэнсби Откровенная сторонница Точнее антиеврейских Байкотов Защищающая призывы К массовому убийству Евреев-израильтян То есть поддерживающая Террор арабский Можно было бы удивиться Как эти откровенные Антиеврейские спикеры Могли стать участниками Дискуссии об антисемитизме Но на самом деле Все очень просто Потому что Подобно Жан-Пьер Они будут утверждать Что антисемитизм Является синонимом Республиканской партии Консервативного движения Правых политических сил Ну и конечно сионизм Еще раз В новом подходе демократов Антисемитизм Это республиканская партия Это вообще Консервативное движение Как таковое Правые политические силы И конечно же сионизм Вот Джонатан Вейсман Из Нью-Йорк Таймс Исчерпывающий Объяснил суть этого подхода В своей книге Он написал еще В 2018 году Написал так Я цитирую Быть евреем Означает быть прогрессивным А все прогрессивно Антисемитским Легко и просто Если вы прогрессивный Вы за еврей А если вы не прогрессивный Вы антисемит Вот так вот Поэтому Иль-Хан Амар Или Рашид Лай Они как бы евреи А Трамп Республиканцы Натанияу Вообще весь Израиль В целом Это законченный антисемит Вам смешно? Мне совершенно не смешно На самом деле Когда я слышу все это И теперь То что происходит Еврейские прогрессисты Те люди Которые пытаются Как бы Усидеть Внутри этой партии Демократической Стремительно превращающейся В рассадник Самого махрового Самого злобного Кондова Антисемитизма Они хорошо усвоили Посыл Вейсман И они хорошо Его будут использовать Дальше На фоне того Как иски Иридической команды Трампа В отношении подсчета Голосов в колеблющихся Штатах Сейчас переходит в суды Общественное внимание Постепенно переключается На два дополнительных Тура выборов В Сенат Джорджии Которые запланированы На 5 января Там будут выбирать Два места в Сенате Это очень важно Если республиканцы Потеряют там Оба этих места И если инаугурация Байдена все-таки Состоится 20 января Демократы получат контроль Над обеими палатами Конгресса И исполнительной власти И поскольку демократы Уже обещали Использовать эту власть Для внесения Таких Тектонических изменений В политическую структуру Америки Ставки в гонке В Сенате В Джорджии Поднялись очень высоко То есть Либо республиканцы Удержат большинство В Сенате И тогда будут Немножко притормаживать Не дай бог Администрацию Байдена Либо Байден получит И президентство И Сенат И Конгресс Так вот Один из кандидатов От демократов Преподобный Рафаэль Уорнов Старший пастор Баптистской церкви Эбенезер В Атланте Где когда-то Служил Мартин Лютер Кинг Младший За последние пару недель По сети Широко распространилось Видео С одной из проповедей Уорнока В нем пастор Использует Такие Обычные Самые классические Антисемитские выражения Для демонизации Израиля Сразу после Открытия Администрации Трампа Посольства США В Иерусалиме Это старая запись Это была тяжелая неделя Начинает Уорнок В этой записи Администрация Открыла посольство США В Иерусалиме Там была семья президента И несколько лицемерных Проповедников Евангелистов Ответственных за бардак Которым мы оказались И здесь и там Из-за их неверного Цитирования Неверного толкования Писаний Затем Уорнок Сравнивает Палестинских арабов С афроамериканскими Активистами За гражданские права А Израиль Израиль он сравнивает С хищниками Мы видели Объясняет он Как правительство Израиля Терзает безоружных Палестинских Сестер и братьев Подобно хищным птицам Это неправильно Расстреливать детей божьих Так будто Они ничего не значат И для меня Продолжает Уорнок Утверждение Что жизни палестинцев Имеют значение Не являются антисемитизмом Точно так же Как не является антибелым Утверждение Жизни черных Имеют значение В 2019 году Уорнок Вместе с другими Афроамериканскими Южноафриканскими Пасторами Подписал декларацию Осуждающую Израиль Как государство Апартеид Израиль Государство Апартеид После того Как его заявления Стали распространяться Уорнок Написал статью В которой Выразил глубокую Поддержку Израиля Противодействие Байкоту Еврейского государства И поддержку Военной помощи Израиля Такую отписочку Ну сейчас же выборы Надо же не пролететь Это же очень важно И сразу после этого Как он это сделал Группа из 200 Прогрессивных Равинов Америки Опубликовала заявление В котором выразила Признательность Уорноку Забощенную Поддержку Израиля И его партнерство С еврейским народом Мощная поддержка Ну Игнорируя Задокументированные Доказательства Фанатичной Враждебности Уорнока К еврейскому государству Равины утверждают Будто бы Безосновательные Претензии Нападки на Уорнока Мотивирована Расизма Мол типа Если вы услышали В словах уорнока Антисемитизм То вы просто Расист И хотя Равины Нискренне заявляют Что не поддерживают Ни этого кандидата В гонке В Джорджии Их послание Достаточно ясно Как религиозные лидеры Возьмем это выражение Конечно в кавычке В контексте этих Равины В кавычках Они не возражают Против того Что Буорнок Сравнивал Израиль С животными Хотя это определение Антисемитизма Самое что ни на есть Классическое Сравнение Ивреев Или Израиля С животными И в целом С их точки зрения Рассматривать его заявления И действия как антисемитистские Антисемитские Это просто расизм Понимаете То есть если вот он Говорит какие-то вещи Вы услышали в этом Антисемитизм То вы расисты Для этих верных Сынов партии Евреев Самым важным Является то Чтобы Уорнок Победил в гонке Так что демократы То есть евреи Правильные Мы сказали Что все прогрессивно Это евреи и есть Получили бы контроль Над сенатом А республиканцы Так же известные Как антисемиты Помните эту схему Стали бы меньшинством И были бы подвергнуты Астракизму И подавлению Намек Равинов На то что критиковать Уорнока За его антисемитизм Это расизм Указывает на еще одну Особенность Новой разновидности Антисемитизма Демократов Центральное место В ней занимает Политика идентичности В то время как черные Составляют наиболее Привилегированную группу В иерархии Политики идентичности Евреи оказались Помещенными В неприятную категорию белых Евреи же сионисты Относятся и вовсе К еще более сомнительной Категории Колонистов Колонизаторов В этих условиях Немыслимо Для прогрессивных евреев Те были расстроены Из-за плохого обращения С привилегированными В кавычках белыми В кавычках колониалистами В кавычках евреями А потому Уорнок Может совершенно безнаказанно Называть евреев Хищными птицами Поскольку евреи Просто не имеют права На уважение к себе Со стороны черных А те кто с этим не согласны Злобные расисты Запомнили? Даже не вздумайте Злобные расисты Все это подводит нас К другому Нынешнему проявлению Агрессивного внедрения Новой формы антисемитизма Прогрессивными евреями На этой неделе стало известно Что центр катастрофы Европейского еврейства В Мэйтленде Штат Флорида Теперь представляет Выставку фотографий Посвященных протестам Против полиции Последовавшим За гибелью в июне В Миннеаполисе Джорджа Флойда Идею выставки Легко понять Посыл этой выставки Полиция Это и есть нацисты сегодня Разумеется Приравнивание полицейских Америки к нацистам Это вопиющая форма Принижения И выхолащивания Сути трагедии Катастрофы европейского еврейства Вход до ее отрицания Потому что нет Ни малейшего сходства Между гибелью Уголовника Джорджа Флойда Сопротивлявшегося аресту От рук нескольких полицейских К слову сурово Наказанных за это И систематическим геноцидом Европейских евреев Которых организовали Национал-социалисты С какой стати Центр катастрофы Вообще посмел выдвинуть Подобное оскорбительное заявление Но увы Ответ удручающе очевиден Они преуменьшают Значение катастрофы В надежде привлечь Чернокожих и других демократов В большинстве своем Безразличных страданиям евреев Если же они отлучат посыл Мол, черные Это сегодняшние евреи А полиция Это сегодняшние нацисты То возможно прогрессисты Черные, белые И все остальные Позволят евреям Прогрессивным Присоединиться к ним Позволят приобщиться К их священному статусу жертв Даже несмотря на то Что им евреям нравится Израиль Экзит полу выборов Этого месяца показали Что как и прежде Подавляющее большинство Американских евреев Проголосовало за демократ Письмо прогрессивных раввинов Оправдывающего Уорнака За его полной ненависть И высказывания в адрес Израиля И выставка в центре катастрофы Выхолощивающая Суть трагедии Катастрофы Все это вместе Стало выражением Прогрессивного приспособления Евреев К новому антисемитизму В их партии Они готовы Переопределить Иудаизм Как прогрессизм И антисемитизм Как все что не прогрессивно И даже если демократы Делают откровенно антисемитские заявления И даже если подобно Тлайб Бейнераку И Уорнаку Строят на них свой политический капитал Это хорошо Это нормально Ведь поступая так Они фактически ликвидируют Антисемитизм Трампа Республиканцев И добиваются таким образом Справедливости Вот такие вот Новые Ветры Дуют в демократической партии Это конечно Очень и очень грустно Но я вижу Что нам нужно сделать перерыв И тогда мы с вами Продолжим Уже после перерыва Совершенно верно Буквально несколько минут перерыва После чего вернемся Обязательно Продолжим Никуда не уходите Во вторую часть В нашей программе У вас будет возможность Если появились вопросы Позвоните к нам в студию По телефону 847-400-520 Открытый диалог Диалог С Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе С Александром Непомнящим И наверное давайте Примем звонки Как обещали Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемый Александр То что вы нам рассказали Это просто Очередная попытка Левых Себя оправдать И обвинить В противоположную сторону В том что делают Они сами Но вот у меня вопрос Понимаете Ваше государство Было основано Как социалистическое И постепенно Постепенно Превратилось В абсолютно нормальное Капиталистическое С некоторыми пережитками Которые вы Я уверена Постепенно С которыми справитесь Но наша же Наоборот Была основана Как свободная Свободная страна Самая лучшая В мире И постепенно Усилиями левых Превращается В коммунистическое Фашистское Или какую-то Смесь между ними Очень трудно Даже себе представить Что они собираются Сделать из этой страны Вот у меня вопрос Как вам это удалось Как вам удалось Обуздать Ваших левых И сократить И сократить их власть И особенно В школах В университетах И в СМИ Спасибо большое Окей Вопрос Я бы сказал так Нам не удалось То есть на самом деле Засилье Вот этих радикальных Марксистов Назовем троцкистов Маоистов Назовем вещи Своими именами В СМИ В профессуре Особенно гуманитарной Профессуре В том Что называется Интеллектуальной Элите нации Оно в Израиле Колоссально Другое дело Что есть два фактора Один как бы глобальный И другой Локальный И один Глобальный фактор Это наличие Арабского террора Сейчас как бы Сейчас не очень Корректно Говорить арабский террор Потому что у нас Есть новые отношения С соседями С Саудовской Аравией С Эмиратами Поэтому нужно уточнять Это террор Так называемых Палестинских арабов Выдуманного народа Созданного в недрах КГБ Использованного Многими арабскими странами Как инструмент борьбы С Израилем Но этот террор И эта ненависть Соседних арабских стран Которая в общем-то Сохранялась До последнего времени И собственно И сейчас Египет и Ордания Отнюдь не дружелюбны нам Да и Эмират И Саудовская Аравия Если спросить Провести опрос Общественного мнения Там тоже еще далеко Все до настоящей дружбы Да экономический союз Да военный союз Но дружбы никакой нет И вот это ощущение Постоянное Враждебности соседей Оно все-таки Как бы компенсирует Ту индоктринацию Которую проводят Маоисты Троцкисты Марксисты И другие ленинисты В средствах массовой информации И в вузах То есть израильское общество С одной стороны Находится под таким же прессингом Как американское Но американское Немножко расслабилось Потому что все-таки У вас не было такой тяжелой И сложной жизни С терактами С взрывающимися автобусами Которые были у нас Допустим 20 лет назад Это глобальный фактор И локальный фактор Как я считаю Это конечно же Натаньял Натаньял Человек Который В общем-то Сумел Постепенно уничтожить Огромное количество Пережитков социализма В экономике израильской И который сумел Максимально Насколько это было возможно Противостоя Вот всему дип-стейту Всему глубинному государству Либерализовать Даже с прессу Опять же Через него Не он сам Вот Как бы Газеты Израиля И информационные сайты Которые сегодня существуют В Израиле И 20 канал То есть Некий набор Альтернативных СМИ Все это По сути дела Заслуга Натаньял Который Медленно Медленно Маленькими Шагами Гауссами Такими Продвигал Это все И таким образом С одной стороны Постоянное ощущение Враждебного Окружения И понимание того Что если мы Слишком расслабимся Нас просто уничтожат С другой стороны Вот такой вот подарок Нам последние 10 лет На самом деле Даже больше С 95 года Где-то Существует этот политик В израильском Истеблишменте Натаньял Который Сделал огромное Количество вещей Для Израиля Вместе Это Создало ситуацию При которой Израиль Как бы немножко Отстает в этом Сползании В пропасть По сравнению С Европой И Америкой Но опять же Будем надеяться Что у вас В Америке Есть Трамп И он не сдается Он борется И он как-то Станет вот тем Вот фокусом Тем сосредоточием сил Которые постараются Сохранить Америку Великая И вообще Америка Еще один звонок Добрый день пожалуйста Добрый день Сергей Добрый день Александр Сергей Днем Благодаря Рассистентгивинг Поздравляю вас И дай бог Что мы еще Праздновали много лет И жили в стране В которой мы приехали И в которой мы Мечтали всегда И так далее Вы знаете Александр Вот вопрос Который задала Варвара Это Действительно К сожалению Я ей тоже могу ответить Что практически Очень мало Что изменилось Вы вспомните Образование Государства Израиль Отец нации Как вы называете Бен-Гуриона Который просто Патологически Ненавидел Ненавидел Религиозных евреев Это же его знаменитая фраза Что корова Из Кибут Для него дороже Чем религиозная семья Из Польши И не одно Это выражение Но самое большее Он ненавидел Жаботинского Которого Когда он правил Фашисты нацисты Хотели уничтожить Включаясь Советы Тоже И это Не изменилось Ни на кроху Нитаньяху Тоже фашист Тоже нацист Одна и та же У них пластинка Они не меняют И к сожалению Вот это Последнее время Что я видел Демонстрации у вас Израиль Это Нацистская Германия Нитаньяху Это Гитлер Откуда это? Это что? Это что за маразм? Эти подонки Придурки Которые выступают Я говорю К сожалению Мало что изменилось И это левое Отребие Это левая мразь К сожалению Имеет влияние здесь А это левая И это Я не знаю Как это все Разберется Рано или поздно Но Вообще Я Не очень Что-то Оптимистично В последнее время Стал смотреть На ситуацию Израиля Особенно Если когда Нитаньяху Сдаст Свою полномочия Надеюсь Что он этого не сделал И все Спасибо большое Извините Что долго говорил Но Знаете Когда болело Все время наболело Но Ничего не изменилось Все нацисты Все фашисты Если ты прав Значит Фашисты Спасибо вам большое Вы спросили Откуда это все В Израиле Так вот Я скажу Из демократической партии Дело в том Что тут недавно Просто Такие ребята Пародисты Позвонили Одному из активистов Этого протеста На столичной улице Бальфур И голосом Эхуда Барака Который Как бы Является Организатором Всех этих мероприятий Стали разговаривать С протестантом Этим Активистом Ведущим И активист Стал выяснять Почему ему Не заплатили То есть Сами того Не зная Эти самые Пародисты Вскрыли ситуацию Оказывается Эхуд Барак Просто платит Вот этим вот Людям Которые бесятся На улице Бальфур Это проплаченные Демонстрации Не демонстрации Людей Которым действительно Пригорел И они хотят Сместить Натаньяо Потому что у них Мир рушится Нет Это люди Которые за зарплату Причем неплохую зарплату В наших новых условиях Коронавируса Отрабатывают Свою Так сказать Деятельность И эти деньги Приходят К Худу Бараку Мы помним Он друг Эпштейна Повесившегося Удивительным образом В своей камере Деньги приходят Из демократической партии На свержение Натаньяо Им хочется Точно так же Как они сумели Всеми правдами И неправдами Они надеются Что они убрали Трампа Точно так же Они хотят Конечно свернуть И Натаньяо Но пока что Им не удается В Израиле Будем надеяться Что им это не удастся Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый вечер Добрый Вы знаете Меня Честно говоря Все как-то Средне плохо Но добило Ваше мнение Почему так происходит Неужели Игорьская нация Так уже совсем Плохо Что во Флориде Открыли Доску почетному Этому Флориду И так далее Я когда это увидел Ну просто Не только грустно Совсем плохо стало На душе Почему Как Кто 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 этим ведает Извините Можно ответить Что-нибудь Ваше мнение По радио Спасибо Это вопрос Опять же Вопрос на На целую лекцию Гораздо больше Чем у нас есть Но если в двух словах Вопрос Можно ли считать Этих людей Евреями Пятое поколение Евреев Приехавших из России В Америку Насколько они Действительно Являются евреями То есть В Америке Есть сегодня Евреи Соблюдающие Еврейскую традицию Кстати В большинстве Своем голосовавшие За Трампа Есть опять же Постсоветские евреи В разной степени Светскости Или религиозности Есть вот эти Основная масса Это евреи Которые живут В стране В Америке Порядка 100 лет И даже и больше И пятое поколение Их сейчас Вот то что мы видим Те люди Которые открывают В музее Катастрофы Выставку Порочащую И фактически Отвергающую Катастрофу Называют полицейских Нацистами Это вырожденцы Действительно Это ужасно Но это то Что делает марксизм Маоизм Троцкизм С умами людей И увы Эти люди Сегодня ненавидят Израиль И ненавидят Еврейскую Народу Точно так же Как возможно Как их ненавидели Большевики И евреи Которых Часто нам ставят Пример Типа вот евреи Которые разрушили Россию И начинают Причислять длинные списки Евреев Коммунистов Но мы помним Что эти коммунисты В первую очередь Расстреливали Равинов Уничтожали Еврейские местечки Уничтожили Еврейскую культуру России То есть Точно так же Как они ненавидели Старую Россию Они ненавидели Еврейский народ И то же самое Происходит сейчас И в Америке Увы 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 Считать ли их Евреями Я давно не отношусь К ним как к евреям И поэтому Когда они бьют себя В грудь и говорят Мы как евреи Осуждаем Израиль Я понимаю Что они осуждают его Примерно так же Как антисоветский Антисионистский комитет В Советском Союзе И Относиться всерьез К этим людям Нельзя Это Это разрушители Современной Западной цивилизации Враги еврейского народа То что они еще Евреи по происхождению Как Сорос Очень жалко Печально Но Это ничего не меняет А теперь о том Что произошло в Иране Да Все-таки давайте Как-то поговорим О текущих событиях Перенесемся из Америки В наши края Действительно Сегодня в Иране Ближе к вечеру Произошло Очень серьезное событие Которое Возможно Сыграет свою роль Как-то в дальнейшем Развитии В цепочке Дальнейших развития Событий На Ближнем Востоке Сегодня в Иране На востоке Тегерана Был ликвидирован Мехсен Фахир Заде Это Его называют Отцом Ядерной бомбы Или ядерного Проекта Ирана На самом деле Он не столько И не столько Ученый Сколько администратор Организатор Он организатор Всех тех проектов Которые так напрягают Израильтян Это и ядерный проект И проект ракет И проект Высокоточных ракет То есть всего-всего Как бы самого опасного В Иране Конечно же Этот человек Был очень охраняем По сути дела Это такой вот Касам Сулеймани Военного хай-тека Ирана Его охраняло Специальное подразделение Хорошо натренированное И вот так вот Просто подъехать К нему на мотоцикле Пристрелить его было невозможно И вот сегодня Мы стали свидетелями Целой военной операции Произошедшей Прямо в столице Ирана В Тегеране То есть Шлака Валькада Машин Вот этого самого Мехсен Фахер Заде И его охраны Они поравнялись С Такой вот Полугрузовой машиной Наполненной дровами И которая стояла На обочине Под дровами Была спрятана взрывчатка 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 взорвалась Так что Дверцу машины Фахер Заде Оббросила на 200 метров И тогда Из джипа Который стоял Тоже неподалеку Вышла группа спецназа Которая начала Уничтожать Охранников Фахер Заде И его самого Судя по всему Часть этих людей Тоже погибло Непонятно Сколько их было Может быть 6 человек Может быть больше Около 3 или 4 человек Сообщают иранцы Из них было Ранено или убито Но Фахер Заде Был уничтожен То есть по сути дела В столице государства Один из самых Охраняемых фигур Была уничтожена В ходе военной операции Настоящей военной операции И конечно же Иран уже Объявнил в этом Израиль Несколько пикантных моментов Израильский журналист Йоси Мельман Который любит писать На тему разведки Написал в твиттере Просто как бы Сообщение на иврите Мол типа Вот убит Фахер Заде И это сообщение Ретвитнул Трамп На иврите Вот И это так сказать Послужило для очень многих Блогеров во всем мире Как бы намеком И подтверждением Того что мол Трамп Знает что это израильтяне Он так намекнул Что это израильтяне Натаниал тоже сегодня После того как стало известно О том что было покушение На вот этого Как бы Касама Сулеймани Военного хайта Каирана Фахер Заде Натаниал сделал Коротенький ролик Для фейсбука Где говорил что у него Была тяжелая неделя И что было очень много Всего того что он хочет Рассказать Не обо всем он может Рассказать И дальше перечисляет Такие вот текущие события Типа мы выделили деньги Вот этим слоям населения Вот мы тут решили Такую проблему Вот к нам прилетел Первый коммерческий рейс Из Дубая Вот я поговорю По телефону С лидером Бахрейна Но Все конечно услышали Именно первую фразу О том что Было то О чем он не может рассказать И в общем то Судя по всему Уровень Военной Как бы операции Ее успешность Ее организация Прямо в центре Столицы вражеского государства Говорит о том Что конечно же Это было сделано Профессионалами Это был видимо Израиль Но Израиль как обычно Не признает Напрямую И надо думать Что время было выбрано Не случайно Собственно Иран Сейчас в дилемме Ответить или промолчать Как бы промолчать Будет совсем тяжело Совсем Не солидно Но и ответить сейчас Это по сути дела Помешать Байдену Который возможно Займет Белый дом В будущем Возобновить Денежный поток В Иран То что так Иранцам нужно Потому что Больше чем Месть за этого Самого Отца Иранской военной Программы Технологической Им нужно Чтобы Пришла новая Администрация в Белый дом И чтобы они Возобновили Эту самую сделку Чтобы они снова Выдали сотни миллионов Или даже миллиарды долларов Ирану И позволили продавать Нефть и газ Чтобы влить В экономику Иранскую Разваливающуюся Уже фактически Полностью развалившуюся Новые деньги И сейчас Заварить какую-то Войнушку с Израилем Им это очень не нужно И Израиль Видимо это тоже Очень хорошо понимает Поэтому Вот эти последние недели Критические Мы не знаем Что будет после 20 января Да Но на всякий случай Как бы чтобы не рисковать Вот сейчас Израиль делает то Что Байдену Уже никак не вернут Как не сможет он Вернуть Касама Сулеймане Ирану Не сможет он Вернуть Ифахик Заде Ирану Как бы Даже если он станет Не дай бог президентом И это конечно же Говорит о том Что мы приближаемся К ситуации В которой У кого-то сдадут нервы И до сих пор Иран молчит Израиль в среднем Регулярно каждую неделю Уничтожает иранские позиции Будь то в Сирии Или где-нибудь еще Каждую неделю Раз в неделю Обязательно уничтожается Что-то То есть идет полновесная Полноценная война Которой мало говорят Иран молчит Потому что Есть эффект сдерживания Он знает Что Израиль только и ждет Чтобы Иран Как-то повел себя Неосторожно И тогда уже Вдарит всей силой И всей мощи Но сейчас Возникает ситуация При которой Как бы Дальше Вот так вот Не отвечать Это значит Потерять лицо Значит потерять Авторитет У всех своих Варварских И злобных Милиций Которые окружают Которые смотрят На главного пахана Неужели он Такой плевок Стерпит Но это конечно Один момент А другой момент То что Вероятно Этот человек Именно потому Что он не ученый А администратор То есть он безусловно Ученый Он физик Ядерщик Да Но в первую очередь Он был администратор И организатор проекта Его уничтожение Его ликвидация Это действительно удар По проекту Причем наверное Не столько даже Ядерному проекту Сколько проекту Высокоточных ракет И вообще ракет Как таковых И это конечно Очень болезненный удар Для Ирана И это безусловно Говорит о том Насколько серьезный И высокий став Сейчас нам Прежний Ну и говоря О Ближнем Востоке Давайте о новых реалиях И перспективах мира На Ближнем Востоке Немножко какого-то оптимизма Сколько у нас Есть еще время Немножко Немножко о реалиях Которые все-таки Радостные Которые Не все так плохо Не все так ужасно Действительно Натаньяу Благодаря Трампу И благодаря Той политической ситуации Которая сложилась На Ближнем Востоке Продвигает Мир С арабами Мы говорили не раз Мы говорили об этом Уже много В нашей передаче И вот буквально Новые данные Которые собрал вместе Доктор Гай Бехор Он говорит Вот в Хайфе Заканчивается Стретство нового Частного порта Этот порт Есть о нем Небольшая проблема Этот порт Построили китайцы И они будут его Как бы использовать И мы понимаем Что любая Любой опора На китайцев Это немножко Проблематично Но то что есть Есть то что есть И главная суть То что этот порт Он гораздо больше Чем по сути дела Нужен был бы Для потребности Израиль И сегодня мы понимаем Как все сложилось В один пазль Потому что К этому порту Как выясняется теперь Объединенные Арабские Эмираты Хотят протащить Железную дорогу Железную дорогу Которая соединит Дубай И Хайфу Зачем? Очень просто Чтобы товары Из Дубая В Европу Из Европы В Дубай Шли не в обход На кораблях Через Суэцкий канал Который А, дорогой Потому что там нужно платить За проход Достаточно много денег Да еще и ненадежный Потому что в Египте Идет война И в рамках этой войны Ты никогда не знаешь Пройдет твой корабль Через Суэцкий канал Спокойно Или его там взорвут Какие-нибудь боевики Братьев-мусульман Так вот Вместо этого Идти по Средиземному морю Который все-таки Намного спокойнее Охраняемый До Хайского порта Там перегружаться На железную дорогу И вот Есть в Израиле Железная дорога Есть Нужно построить Кусочек в Ордании Дальше Через Саудовскую Аравию Уже тоже есть И дальше В Объединенных Арабских Эмиратах Тоже есть То, что раньше Казалось Как бы Совершенно Невероятным И Волшебным То, что Чтобы Израиль Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты И Ордания Были соединены Общей железной дорогой Сегодня становятся Вполне реальным проектом О котором говорят В полный рост В полный серьез И подсчитывают Сколько денег Уже в ближайшие годы Можно будет с этого получить Израиль с этого будет получать Просто за транзит Но будут еще Продавцы Торговцы Купцы Как бы мы знаем Что Объединенные Арабские Эмираты Это именно люди Которые любят Умеют заниматься коммерцией И вот Для них Сегодня открывается Совершенно потрясающая возможность И они ее продавливают Всеми возможными силами То есть Для них Как раз Этот мир Это в первую очередь Экономические выгоды Которые они извлекают От дружбы С Израилем От положения Израиля Такого транзита Между Европой И Ближним Востоком И в этом смысле Конечно Это мощное укрепление Мира С экономической стороны Это мощное подтверждение Того Что настоящий мир Тот Который без унижений И тот Который без того Чтобы Израиль Расплачивался с землей И чтобы террористы Приходили на эту землю Он оказывается Гораздо более эффективным И у наших левых Сегодня есть огромная проблема Натаньяу выдвинули На этой неделе Как бы На Нобелевскую премию Кандидатам Да Предложили И у них очень серьезная проблема Признать Что этот проклятый Натаньяу Который же как Гитлер Вы точно совершенно заметили Действительно Его все время сравнивали Сейчас с Гитлером И как Трамп Такой же плохой Ужасный Вот они оба И вот его на Нобелевскую премию Мира По самому больному То что называется Серпом по одному месту Для наших левых Ну будем надеяться Что им Что у них будут кислые лица Ну а мы будем богатеть Мы будем преуспевать И мы будем приумножать Наше богатство За счет вот этой самой Новой железной дороги Которую сейчас продвигают Проталкивают И продавливают Эмираты От Дубая до Хайфа Замечательно Я не знаю У нас остается буквально Две минуты времени А хотелось бы еще О расколе арабских политиков В Израиле Что-то происходит Да Очень интересный момент И тоже опять же Как бы Ну может быть парадоксальным А может быть совсем Не парадоксальным образом Все эти удивительные вещи Они в той или иной мере Связаны с Натанья Но я начну издалека Итак арабский список Это как бы Список Четырех партий арабских Которые в общем-то Объединяют необъединимое Это коммунисты Это представители Организации Сложения Палестины Это националисты И исламское движение И вот четыре эти партии Они для того Чтобы проходить Электоральный барьер Слились вместе И создали довольно мощную Оппозиционную партию Которая сейчас На наших глазах Начинает разваливаться И трещать От нее Как бы От кого самое слабое звено Удивительным образом Самым слабым звеном Оказалось Исламское движение Израильского Южного Южного филиала Исламского движения Их лидер Аббас Мансур Который начал говорить о том Что в общем-то А почему нас все считают В кармане у левых Почему мы априори Всегда против правых Я пришел в Кнессет Говорит Аббас Мансур Для того чтобы защищать Интересы своих избранников Своих избирателей Своего электората Если Натаньял Мне обеспечивает Какие-то интересы Моего электората То есть он начинает Рассуждать Как нормальный политик Полновесный Не вопросы Натаньял Плохой или хороший А вот если У меня есть Мои избиратели У них есть конкретные проблемы Если вы можете Помочь решить мне эти проблемы То почему я должен Быть против них На самом деле Конечно за этим Внезапным ренегатством В кавычках Как я бы сказал Аббаса Мансура Его фактического Начало раскола Этого общего Арабского списка И ухода От таких вот Закостенелых Врагов Сианизма И Израиля Аббас Мансур Тоже небольшой сианист Просто он говорит Я хочу защищать Интересы своих Бедуинов на юге И если у них есть Какие-то муниципальные проблемы Проблемы экономические Проблемы преступности То я буду сотрудничать С Натаньял Потому что он может Помочь в них решить А просто собачиться С ним в Кнессете Для чего мне это нужно Так вот этот раскол На самом деле За ним стоит Нечто более интересное У нас есть буквально Одна минута Или полминуты Я скажу в двух словах Это деньги Саудовской Аравии Раньше Источники были Тоже арабские внешние Теперь арабский мир Раскололся Раскололся на Саудовскую Аравию С ее Как бы Сателлитами Которая за Натаньял И за Израиль А с другой стороны Братья-мусульмане И Иран И если Остальные арабские партии Получают в той или иной мере От Ирана И от братьев-мусульман То вот это Исламское движение Хочет получать От Саудовской Аравии И оно начинает На ходу перебываться И объяснять Что в общем-то То что было и так понятно Что интересы муниципальные И как бы Бытовые интересы Арабов В Израиле Они вовсе не в том Чтобы нагадить Израилю Напакостить Израилю И сделать что-то плохое Нет Они в том Чтобы решать совместные проблемы Таким образом Параллельно С объединенным Арабским миратом И Саудовской Аравии У нас возникает Как бы внутри Израиля Еще один Договор о нормализации Договор о нормализации С наиболее обменяемой частью Будем надеяться Арабского населения Которое будет Представлено сегодня Аббасом Мансуром Но об этом мы Видимо поговорим В дальнейшем Александр Огромное спасибо И до встречи В следующий раз Всего доброго До встречи Редактор субтитров А.Семкин